Мы продолжаем решение неопределенных интегралов с помощью формулы интегрирования по частям. И сейчас мы с вами вычислим очередной интеграл. Давайте запишем задание. Вычислить интеграл от x умножить на e в степени x dx. Вот такой интеграл. Начнем с того, что я вам напомню формулу интегрирования по частям. Формула имеет такой вид. Интеграл u dv равен u на v минус интеграл v на dv. А это значит, что надо выбрать и обозначить что-то через u и что-то через dv. Давайте таким образом попробуем обозначить. Вот это у нас будет u. Все остальное, то есть e в степени x на dx, это dv. Если выбор первоначально окажется неверным, то от этого интеграл после применения формулы усложнится. И мы должны будем сделать перевыбор. То есть обозначить другие какие-то функции через u и dv. Далее. Нам понадобится для формулы найти d, u и v, чтобы подставить в правую часть нашей формулы. Поэтому давайте сразу, во-первых, запишем. Значит, u это x. x мы с вами обозначили dv это e в степени x на dx. Теперь нам необходимо найти, во-первых, v. Для того, чтобы найти v, нужно проинтегрировать левую и правую часть вот этого нашего второго равенства. Тогда интеграл левой части, интеграл и дифференциал взаимно уничтожают друг друга, получается просто v. То есть получается v равно интегралу правой части. Давайте сразу я вот здесь отдельно это запишу. То есть v равно интегралу правой части e в степени x на dx. Этот табличный интеграл равен e в степени x плюс константа c. Но нам достаточно самый простейший вариант для v. Поэтому константу c можно здесь, в данном случае, принять равной нулю. И взять в качестве v простейший вариант нашей функции. То есть e в степени x плюс константу c в данном случае можно не писать. Ну и теперь нам осталось только найти du. Поскольку u равно x, то du равно dx. Просто вместо u подставил x. Вместо u подставил x и получилось du равно dx. Теперь у нас есть все, чтобы применить нашу формулу. Таким образом, вот посмотрите, я действую строго по формуле. У нас по формуле интеграл u dv, а именно такой мы имеем сейчас слева. Именно такой u на dv будет равен произведению u на v. Произведение u на v. Что такое u? Это x. Что такое v? Это e в степени x. Вот у нас v. Значит, получается, у нас по формуле u на v. Значит, это будет x умножить на e в степени x. И минус интеграл v на du. v это у нас e в степени x, а du это dx. Значит, тогда получается e в степени x dx. В итоге мы с вами получаем x на e в степени x переписываем. А интеграл, вот этот мы уже только что с вами его находили, он табличный, он равен e в степени x. Значит, получается минус e в степени x и плюс константа c. Давайте здесь же на этом уроке вычислим еще один интеграл, похожий на первоначальный, только более сложный. Значит, вычислим следующий. Давайте так, это у нас, пускай был интеграл под номером 1. Теперь вычислим интеграл под номером 2. Второй интеграл. Вычислить интеграл под номером 2 такой. Интеграл от x квадрат на e в степени x на dx. Вот такой интеграл. Выбор осуществим точно таким же способом, как и в первом случае. То есть, вот этот x в квадрате только теперь уже, это будет u. Все остальное это dv. Тогда u это x квадрат, далее dv это e в степени x на dx. Вот в нашем случае v мы уже находили с вами, путем интегрирования левой и правой части. Поэтому сразу запишем в готовом виде. v будет равно, посмотрите, мы его находили. Вот оно у нас, e в степени x. Чуть выше уже было найдено. Значит, v равно e в степени x. И теперь надо найти только du. Находим du. du равно, вместо u подставляем то, чему равна эта функция. То есть, x квадрат. Вместо du подставляем x квадрат. Тогда у нас получается du равно, и вместо u подставляем вот этот x квадрат. Дифференциал от x в квадрате. Чему равен дифференциал от x в квадрате? Я сразу, поскольку эта формула очень важная, давайте я вам напомню еще раз эту формулу. То есть, вот здесь внизу формулу для дифференциала. Дифференциал любой функции, например, функции f от x, равен производной этой функции f штрих от x умножить на dx. Очень важная формула. Поэтому давайте еще раз вот так вот ее повторим. Значит, в итоге тогда у нас получается с вами, что дифференциал нашей функции, в данном случае x квадрат, равен производной этой функции, производной x квадрат штрих умножить на dx. Вот строго по этой формуле действуем. То есть, это будет производная нашей функции, от которой дифференциал находим умножить на dx. Производная от x в квадрате равна 2x, да еще умножить на dx. То есть, получается 2x на dx. Таким образом, все, что нам нужно было для применения формулы, мы с вами нашли. Давайте подставим в нашу формулу. Значит, по формуле это будет не что иное, как u на v. Таким образом, у нас получится тогда... Посмотрите, вот у нас u на v. Что у нас u? u это x квадрат. Так и пишем. x квадрат. Умножить на v. Где у нас v? v у нас e в степени x. Вот оно у нас. Значит, так и подставляем. e в степени x. И минус интеграл v на du. v это у нас e в степени x. А du, где у нас du? Вот у нас du где. du равно 2x на dx. То есть, получается умножить на 2x на dx. Давайте я сразу вот эту двойку... Вот здесь вообще-то 2x на dx будет. Вот так. Давайте я сразу вот эту двойку вынесу за знак... Или ладно, раз уже записал. Давайте перепишем еще разок. Значит, в итоге у нас с вами получится... x квадрат на e в степени x я перепишу. Двойку я выношу за знак интеграла. Константу можно вносить и выносить за знак интеграла. Получаем 2 умножить на e в степени x на x и на dx. На x и на dx. Заметим, что вот этот интеграл отдельно... Смотрите, вот он. Мы уже с вами только что находили. Интеграл от e в степени x умножить на x на dx. Мы только что с вами его находили. Вот в первом случае. И мы знаем, чему он равен. Вот чему он равен. Посмотрите, вот я обвожу вверху. То есть, это точно такой же интеграл. x на e в степени x на dx. То есть, получается, что нам... Если бы мы его сейчас не находили, этот интеграл, перед этим, в первом примере, то нам пришлось бы формулу интегрирования по частям применять еще раз. Давайте я лишнее вот здесь сотру. Вот таким образом. Значит, нам пришлось бы применять формулу интегрирования по частям вот уже к данному интегралу второй раз. Но поскольку мы только что его находили, то мы воспользуемся готовым ответом. То есть, мы просто-напросто подставим вместо этого интеграла то, чему он равен. То есть, вот данное выражение мы подставим вместо этого интеграла. Тогда у нас получается следующее выражение. x квадрат на e в степени x минус 2 умножить на скобку. А в скобках мы запишем результат нашего первого интеграла. То есть, это будет x на e в степени x минус e в степени x плюс константа c. На самом деле... Ну, ладно, давайте раскроем скобки, там потом разберемся. Значит, раскрываем скобки и выносим e в степени x. Можно e в степени x вынести за скобку, как общий множитель, а константу c отдельно записать. Получаем, e в степени x мы выносим за скобку. Получается x квадрат. Далее, минус 2x. Теперь, смотрите, минус, да вот на минус e в степени x. Это у нас будет плюс 2 на e в степени x. Но e в степени x мы вынесли. Значит, получается просто плюс 2. Плюс 2. Скобка закрывается. И вот здесь вот надо записать на самом деле минус 2c. Минус 2c. Но поскольку вот 2c это является константой, обычно минус 2c не пишут, а пишут просто какую-то новую константу. Новую константу. Для этого давайте вот старую константу обозначим как-нибудь, например, c со звездочкой. Да? Чтобы в новой константе уже оставить просто c. И тогда в этом случае мы с вами можем, вот посмотрите, вот здесь вот в конце, вот здесь в конце, мы с вами можем уже просто-напроста записать просто плюс какая-то новая константа c. Таким образом, задача решена. Ответ на второй интеграл вот я только что подчеркнул. На сегодня все.